МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир СТВ продолжает новости. В студии Екатерина Забинько. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Архитектура взаимной выгоды на фундаменте крепкой дружбы и стратегического партнерства. Беларусь и Китай достигли самых доверительных отношений. Сделка на жизнь. Следственный комитет устанавливает обстоятельства очередного убийства бизнесмена. И свой среди чужиха в Новой Зеландии. Кот возглавил стадо овец. Отношения Беларуси и Китая динамично развиваются и поднимаются на новый уровень. Об этом сегодня шла речь во время переговоров Александра Лукашенко и председателя Китайской народной республики Си Диньпина. Тет-а-тет и в доверительной атмосфере главы государства общались около часа. И несмотря на то, что визитами лидеры обмениваются регулярно, поговорить всегда есть о чем. Сегодня две страны ценят сложившийся высокий уровень сотрудничества. Только с сентября прошлого года проведено более четырех десятков визитов в Поднебесную белорусских делегаций. У нас действительно стала с вами хорошей традицией встречаться несколько раз в году. Я искренне рад видеть сегодня вас у вас на родине в это прекрасное время, как вы сказали, золотой осени. После вашего визита в Беларусь в мае 2015 года мы очень интенсивно работали над совместным продвижением тех инициатив, которые были вами высказаны в Минске и прежде всего экономического пояса шелкового пути. В этот период активно осуществлялись деловые контакты между нашими странами. Только с сентября 2015 года, за один год, проведено более четырех десятков сорока визитов в Китай белорусских делегаций во главе с руководителями органов государственного управления регионов, крупных компаний. В свою очередь нашу страну посетило огромное количество делегаций государственных и партийных органов КНР, как центрального, так и регионального уровня представителей бизнес-сообщества Китая. Мы действительно серьезно продвинулись в направлении нашего сотрудничества. Об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства говорится и в совместной декларации, которую подписали лидеры двух стран. Также Александр Лукашенко наградил Си Диньпина орденом за укрепление мира и дружбы. Эта награда новая и вручается впервые. Еще до переговоров с лидером КНР Александр Лукашенко встретился с председателем Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая Юй Джиншеном. Китай – один из наиболее важных торгово-экономических партнеров Синекой. Он в лидерах среди стран вне СНГ по объему товарооборота. Государственный визит придаст мощный импульс к дальнейшему развитию стратегического партнерства. Мне приятно с вами встречаться, потому что вы представляете организацию, которая является аккумулятором настроений и идей в этом великом Китае, в этой огромной стране. Я знаю, что вместе с вами работают самые опытные, заслуженные люди, и это придает вес вашей организации. За последние два с половиной десятилетия отношений с КНР мы достигли самого доверительного, самого откровенного, а не только разговора между нами, но и отношений. Высшей отношений в КНР, наверное, уже ни с одним государством нет. Мы это ценим. Беларусь и Польша намерены подписать пять международных договоров в сфере трансграничного сотрудничества. Соглашения будут подготовлены до конца этого года. Таковы итоги 11-го заседания Белорусско-Польской межправительственной координационной комиссии, которое прошло сегодня в МИД нашей страны. Особое внимание стороны уделили вопросам совершенствования договорно-правовой базы. Участники также обменялись актуальной информацией по реализации проекта строительства дополнительного автомобильного моста между пунктами пропуска Берестовица и Бобровка. Я хочу искренне поблагодарить моих польских коллег за активную работу в рамках заседания и конструктивные подходы к реализации совместных усилий по развитию столь важной для нас сферы, как трансграничное взаимодействие между Республикой Беларусь и Польшей. И к событиям в мире. В Южной Калифорнии полицейские застрелили афроамериканца, приняв его электронную сигарету за оружие. Полицейские приехали по вызову сестры выходца из Африки. Она сообщила, что мужчина психически нездоров и нуждается в помощи. Когда афроамериканец попытался достать из кармана электронную сигарету, полицейские открыли по нему огонь от полученных ран. Он скончался в больнице. Отмечу, происшествие стало поводом к очередной акции протеста, которая позже прошла на месте убийства. Вся Южная Австралия осталась без света из-за непогоды. Сильный шторм, молнии и град парализовали движение транспорта. Были закрыты порты, встали поезда и трамваи. Также свою работу прекратил крупный медно-урановый рудник. Ветер крушил все на своем пути. Вырывал деревья с корнем, не срывал крыши с домов. Для питания важной инфраструктуры использовали резервную электросистему. В настоящее время электроснабжение частично восстановили. Тысячи рабочих Индонезии протестуют против схемы налоговой амнистии. Митингующие считают, что программа противоречит конституции страны, так как исключает уголовную ответственность лиц, которые укрывают крупные денежные суммы от налоговых органов. Отмечу, правительство Индонезии разработало схему налоговой амнистии для стимулирования возврата в страну ранее не задекларированных денежных средств, выведенных за рубеж. В начальной школе в штате Южная Каролина подросток открыл стрельбу. Ранение получили двое детей и учительница. Они госпитализированы. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 14-летний подросток. Правоохранительные органы сообщают, что недалеко от места инцидента они обнаружили убитого отца стрелка. Все данные указывают на то, что парень сначала расправился с ним, а после открыл огонь в школе. В данный момент власти устанавливают мотивы преступника. После извержения вулкана на популярном среде туристов острове в Индонезии без вести пропали 130 человек. Власти страны отправили группу спасения для определения их местоположения. Ранее сообщалось, что в опасной близости от вулкана находились около тысячи человек, 600 из которых — туристы. Отмечу, в Бороджаре — один из 120 действующих вулканов на территории Индонезии. Изысканный голубой топаз, пролежавший три десятилетия в сейфе, выставят на всеобщее обозрение в Лондонском музее естествознания. Этот камень считается крупнейшим в мире из всех известных обработанных топазов. Минерал имеет овальную форму и весит около двух килограмм. В нем удивителен не только размер, но и качество, цвет, интенсивность синего оттенка и прозрачность. Это делает его исключительно редким. Ольга Дежнёва, Телекомпания СТВ. Обстоятельства очередного нападения на бизнесмена устанавливают следователи. Убит 33-летний житель Витебска, директор одной из частных фирм. Его тело, скулото резанными ранами, обнаружили недалеко от Шумилина. По информации следователей, накануне вечера мужчина выехал из дома в Городовский район для заключения сделки. Предположительно, собирался купить недвижимость. Обратно бизнесмен не вернулся. Его автомобиль нашли в гараже у предполагаемого убийцы. Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. На автомашине уже отсутствовали номера и были установлены транзитные номера Российской Федерации. Были добыты доказательства причастности к данному преступлению жителя городка 34-х лет. По подозрению в совершении этого преступления он был задержан. В гараже у подозреваемого были обнаружены личные вещи потерпевшего, золотые украшения, а также его личные документы, государственные номера автомашины. Мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено в отношении двух меньчанок, занимавшихся торговлей в интернете. Создав в социальных сетях группу под названием «Маргаритка Маргаритка», они предлагали самые разные товары. От подгузников до дачных тракторов по очень низкой цене. Десятки обратившихся в милицию клиентов написали заявление, что после денежного перевода заказанные вещи так и не пришли. Один из клиентов таким образом потерял около 500 миллионов нединаминированных рублей. Действия женщин квалифицированы следствием как мошенничество. В сети пишут, что у пострадавших могут быть тысячи, а потерянных денег – миллиарды. На текущий момент в созданной предприимчивыми женщинами группами в группе состоит более 13 тысяч человек. Предварительно установлено, что мать и дочь, имея умысл на завладение имущества граждан путем обмана, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, создали в социальных сетях группы, в которых предлагалось приобрести товар по ценам гораздо ниже рыночных. Кроме того, в группах существовали различные акции. Например, при покупке холодильника и стиральной машины телевизор предоставлялся подарок. В большинстве случаев товар до потребителя не доходил. В некоторых случаях, когда заказ выполнялся, в адрес покупателя приходил товар по характеристикам, уступающим ранее заявленным. Работа по установлению точного количества потерпевших, а также суммы причиненного ущерба продолжается. И последнее. Рыжий кот по кличке Стив возглавил стадо овец в Новой Зеландии. Четвероногий питомец не просто стал для еднят своим. Они признали Стива вожаком. Теперь молодые овцы ходят за ним буквально по пятам. Кот подружился с порнокопытными, когда ему было 8 месяцев. Хозяева стада занесли малышей в дом, чтобы они не замерзли. Сейчас Стив и его банда, настоящие знаменитости, видео с ними за два дня просмотрели почти 200 тысяч раз. Это все, что мы успеваем рассказать к этому времени. Следующий выпуск в 19.30 проведет мой коллега Сергей Прохоров. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.